Есть такие квадратики, на которых изображены разные кусочки местности. Города, дороги, поля. Каркасон – игра для тех, кто только знакомится с миром настольных игр. Продвинутым игрокам подойдут более сложные стратегии. Например, цивилизация или игра престолов, рассказывает консультант Александр Карачаров. Мужчина отмечает, в последние дни интерес к настолкам заметно вырос. Клиентов стало в два раза больше. Игры покупает тем, кто сейчас на двухнедельном карантине, а также в преддверии недельных каникул. Меня и моих коллег это прям поразило. Я искренне думал, что раз действительно все сидят дома, то не будет посетителей в магазине. Оказалось, точно сюда наоборот. В эту неделю особенно заметно, что от дня к дню, с понедельника до сих пор, все больше и больше покупателей, все больше и больше людей хотят настольные игры. Спрос растет и на товары для творчества, рассказывают продавцы. Люди скупают пряжу, 3D-пазлы, наборы для вышивания. Хит-продаж, альбомы для рисования и алмазная мозаика. То, что берет сейчас, в данный момент народ, это для детишек, это просто с цветным песком. Дальше идет для творчества, это бисером делается. Картины по номерам. Алмазная мозаика. То есть это будет у нас такой вот хит-продаж. Те, кто не может ходить по магазинам, заказывают товары на дом. На интернет-площадках в 2,5 раза вырос спрос на сборные модели мотоциклов и почти в 3 раза на электронные шахматы. Многие во время карантина пересматривают любимые фильмы и сериалы. Онлайн-кинотеатры пошли зрителям навстречу и дарят бесплатные подписки. Так, например, Кинопоиск предлагает пользователям бесплатную подписку тем, у кого ее никогда не было. На ИВИ подписку можно оформить всего за 1 рубль. В стороне не остался и кинотеатр ОКО. Сервисом можно пользоваться бесплатно в течение двух недель. Екатерина Деревянко, Андрей Ткачук, Михаил Ткачук. Афонтова новости.